Моторное масло в перегретом состоянии утрачивает свои смазывающие характеристики, что грозит двигателю целым и его отдельным деталям преждевременным износом. Для корректной работы смазка не должна перегреваться выше плюс 110 градусов. Эта цифра считается предельно допустимым порогом. Ну а если температура масла достигает 120-125 градусов, тогда уже нужно бить в тревогу. Возгорание моторного масла возникает при превышении температуры после 250 градусов. Когда двигатели стали производиться с более и более мощностными характеристиками, перед инженерами возникли значительные задачи по отводу постоянного возрастающего излишков тепла от двигателя. Первое, что было сделано, поддон картера оснастили дополнительными ребрами охлаждения. Но проблема полностью не была устранена. Перегретое масло теряло свои вязкостные свойства. Давление в системе резко падало. Чтобы мощные двигатели служили значительно дальше, необходимо было что-то придумать. Для этого современные автомобили теперь на заводе оснащаются радиаторами, охлаждающими моторное масло. Часто, когда у вас масленка начинает мигать, в большинстве случаев виновником является перегретое масло. Есть у меня видео про это, как я боролся с этим и как ее победил. Там хорошо можно разобраться в этом вопросе и ссылку на тот видео вы увидите вот тут сверху и оставлю в описании этого видео тоже. Часто возникает ситуация, масленка у вас не моргает и все в порядке, но все-таки хотите улучшить систему охлаждения масла. Это особенно актуально для тех, кто любит спортивную езду. Моторному маслу требуется охлаждение в основном потому, что он в перегретом состоянии поступает к наиболее чувствительным и перегреванию местом двигателя. Там, где детали трутся друг на друг. И если система маслоохлаждения работает плохо, потом скоро возникнет необходимость дорогостоящего капитального ремонта двигателя. Масло охлаждается двумя способами. Охлаждающийся жидкостью или воздухом, поступающим от отельного радиатора. Масло кулеры обдувается воздухом или обмывается жидкостью из охладительных систем автомобиля. Воздушно-масляные радиаторы изготавливаются из обычных трубок с ребристой структурой. Имеют примерно такую конструкцию, как радиатор охлаждающий жидкости. И монтируется перед охлаждающим радиатором двигателя. Или прямо в воздушный поток, который создается вентилятором. Кидромасляные радиаторы омываются жидкостью, например, антифризом из охлаждающей системы двигателя. Их конструкция может быть как трубчатой, так и пластынчатой. Такие радиаторы более выгодно выглядят на фоне воздушных. Они стабильнее держат температуру моторного масла. А после старта двигателя способствуют украшению ее прогрева. В современных автомобилях более популярными устройствами для охлаждения масла являются жидкостные. Но у обеих систем имеются свои плюсы и минусы. Выбор радиатора охлаждения масла. Если на вашем автомобиле есть штатная дополнительная масляная система, то поиск ее комплектующих можно ввести по ВИН-коду, параметрам вашего транспорта или же кода радиатора. Таким образом вы сможете найти коды как оригинального радиатора, так и ближайшие к нему аналогу. Если же штатная комплектация автомобиля не предусматривает наличие маслоохладителя, то его придется подбирать самостоятельно и приобрести ее к комплектации переходников можно даже на Алиэкспрессе. Также для контроля температуры масла тачки и индикаторы с переходниками тоже можно купить на Алиэкспрессе. Ссылки оставлю ниже в описании этого видео. Вот о чем стоит помнить. Первое. Некоторые модели маслоохладителей имеют встроенный вентилятор, однако их установка представляет большую сложность, а в некоторых случаях она практически невозможна. Второе. Для нормальной установки тачков вам понадобится проставка под масляный фильтр. Третий. Выбирая между проставкой и термостатом или же без него, лучше отдать предпочтение первому варианту. Место для установки радиотора нужно выбрать с учетом того, что трубки подвода и отвода масла не должны прогибаться. Часто в продаже можно увидеть фирменные комплекты установки маслоохладителей. Такой комплект может быть недешевым, однако не советую экономить. Установку радиатора лучше доверить специалисту. Если устройство не имеет специальных крепежей, мастер целяет их самостоятельно. При выборе подходящего радиатора охлаждения масла стоит обращать внимание на фирму-изготовителя. Практически все крупные производители радиаторов выпускают и радиаторы масла. К несчастью, их продукция, в отличии от продукции на Алиэкспресс, стоит немалых денег, но зато цена соответствует качеству. Во избежание перегрева моторного масла двигателя специалисты рекомендуют. Избегать длительных поездок при высоких оборотах и на перевалах. Остановите иногда машину, чтоб двигатель остыл. Своевременно производить замену смазочных материалов. Серьезно относиться к выбору атомасла. Исключить использование некачественных и сомнительных продуктов. Отслеживать температуру масла. Ну и в конце хочу попрощаться. Если это видео было для вас полезным, пожалуйста, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Спасибо всем за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok